так ну что где самарская область еду на разведку еду один километров за 50 наверное на машине не проехать поеду на квадрики все уже сложил охота уже открылась конечно сегодня утром но я не ездил потому что гуся еще нет он весь саратовской пока вчера северный ветер подул и он просто не летел поэтому я пойду искать присады все я сложил гусей пока все брать не будут разведка оденусь мы посмотрим нашли кормовое поле вот нашли вот кукурузу здесь гусь кормится там на бугоре внизу сидит вот проследили за ним идет он с воды идет оттуда издалека косяками идет падает сразу сюда сейчас как стемнеет будем копать будем копать усердно глубоко насколько сможем вот и завтра на утренку будем пробовать посмотрим что получится пробрались мы сюда приду пробовать на квадрик нам предстоит веселая ночь короче гусь снялся прям через нас весь проходит вообще просто вон он в упор летал он идет слушай вообще вот прям конечно еще на этом поле жрет теперь короче гусь разлетается вот вот он уходит уходит со всех сторон идет весь он пошел в поле с поле все вот смотрите гун туда пошел также привод он отсюда зайдет весь он отсюда зайдет и вот он зашел фронту поэтому я варю копать будем вот так вдоль вот так сверху вниз сверху вниз над копать сверху вниз именно вот этим фронтом надо садиться вот так самое то потому что он приходит с разных сторон что-то отсюда что-то оттуда откуда ты видел сколько там взлетел ты же не видел а он садится на воду и он кружит смотри в этом да а вот они там просто его и ждут то почему он то летит папе что друзья вот это наш ночлег сегодня мы решили не ехать домой забыли спальники но не то есть не забыли они стали брать на что-то подумали что лучше на остаться в общем нашли столько соломы в поле сейчас выкопаем себе там лежки как кабаны и будем спать он ребят все едут все хотят спать соломи отлично вариант так ну что у нас светает приехали на место сейчас посадки ставлю квадрик поле там ребята поехали дальше яму в другом месте раскладывать мне еще метров 300 наверно 400 400 лет идти пешком пешком все короче рассказывать . жил заходил с какого-то разливная утка прошла уже на гуси дойдет раньше потому что надо видеть куда он садится это очень осторожная птица поэтому сейчас будем ждать на вчера уходил он и туда и туда и соответственно туда мы проследили только за одной партии которая заходила оттуда заходила как-то заворачивал было непонятно мы близко не подъезжали кормила здесь но в основном вот сама сидела к же затем бугром затем угром мы сели здесь по диагонали початки вам валяются прям нелущенные абсолютно здесь вот шведский стол для него один товарищ мой сидит там и следующий там то есть мы на расстоянии где-то 200 метров друг от друга по диагонали но мы ждем заходов оттуда оттуда сейчас посмотрим вот летает с кормить вот еще в упор еще упор стреляя не хочу было бы осенью но первая партия зашла на серёгу по-моему промазал промазал далеко от серёгу сбил одно уже уже охота состоялась уже хорошо пошел гусь пошел на череп оттуда с запада северо-запада серёга зацепил 1 и чуть пошел 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 под ранг упали под он готов готов взял взял он заходит северо-запад идет высоте метров 100 наверно то и больше даже погода безветренная шикарная погода и поэтому и он идет не сюда не там где мы сидим потому что мы сидим общедоступных угодьях он идет туда надо назад на бугор тому же территории частных соответственно у нас проходит верх и начинает ломаться уже там он видит на какой высоте если видно вот и там уже сидит котел и соответственно идет весь туда мы надеемся на какие-то подходящие стайки потому что пусть идет совсем он идет не с одной стороны он идет с нескольких сторон и надеемся вот так заходит на метров метров семьдесят наверно это вообще высоко это высоко это высоко и 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 ниже они не заходят просто погода шикарно все тут говорить отлично дала ведь взрослых хорош по 5 раз стрелять в такую высоту нет смысла вообще никакого это бездумно трат патронов он варить подсчетки валяются и от едет их не убрал патрон поди 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 ну что ж такое то и полетел заходит косяк на по высоко посмотрю конечно метров 40 метров 40 можно стрелять тогда приемлемо но от меня стороне есть вот это хорошо эх гумяш ну первый гуменник ух 1 гуменник супер-супер-супер смотрите какой здоровый эх и хорошие это вам не белолобик это вам не белолобик отлично один раз достаточно все вторые третий они уже полетели мимо бы это уже бессмысленно хороший выстав достаточно я конечно так впереди идут высоваться ни в коем случае нельзя малящее движение вы можете не сливаться с местностью ну я имею идеально но самое главное не двигаться и тушь понятно что мы снова не видите как низко но мне не с руки стрелять вообще не развернусь сейчас не смогу развернуться не получится не получится хорошо зашли хорошо зашли выкручиваться что-то выворачиваться стрелять это будет бесполезно это будет все молоко молоко вот он круг над полем делает это не просто так сразу не пошел на воду он смотрит где здесь то что его будет раздражать и на высоте облетает общество все запомнит прекрасно все моменты отдельно отобьется налетит что-то что-то таком расстоянии мы конечно стрелять не будем для некоторых для некоторых вот это вот это вообще убойная дистанция просто просто в упор можно сказать вот смотрите какая красота целый год ждешь вот это это прелесть никогда не стреляйте на такой дистанции это молоко это нет смысла вообще никакого только налеты в упор класс класс полюбоваться 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 это уже здорово это уже здорово вообще супер супер он не пошел попробуем наманить может быть какие-то манны зайдут как удобно мне разворачиваться против солнца косяк развернулся как косяк штук семь идут низко ждем не высовываться ни в коем случае не высовываться косяк заходит левее о нет на меня 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 отлично два штуки три 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 забираем всех все отечея но на мотоцикл попробую стрелить отлично вот это вот работа манка классика вообще такие гуси дороже всего а